В разное время в Татарстане жили по разному времени. Старожилы еще помнят разницу с Москвой и то, как в Казань вернулась единая со столицей движение часовых стрелок. Теперь по задумке авторов нового законопроекта, первопрестольная раз и навсегда перейдет на зимнее время, а вот в нашей республике останется все как есть. Но мы предполагаем, что между первым и вторым чтением, и мы такую возможность субъектам федерации даем, каждый субъект может определиться, на это дается месяц, но между первым и вторым чтением, все-таки что выбирают жители Татарстана. Я думаю, это неудобно. Мы уже привыкли жить по московскому времени, и сейчас разницы, это неудобно. Да ни к чему это и не надо, а то все переименовывают, не знаю, что вон как полиция, милиция, для чего это нужно. У нас поезда проезжают в московскую Сибирь, да ведь? И вот они как будут перепрыгивать. Поэтому мое дело московское. Мы сделаны в ТССР. По словам ученых, в настоящее время Татарстан живет со смещением на один час по отношению к астрономическому времени. Правильно было бы вернуть его назад, отмечают они. При возвращении на зимнее время Татарстан оказывается в достаточно благоприятном положении, что он будет жить по своему географическому, поясному и астрономическому времени. То есть, проще говоря, когда мы утром просыпаемся и видим, что время часы показывает 8 часов, на самом деле по природе 7 часов. И они не должны показывать 7 часов, а не 8. Поэтому этот один час надо сдвинуть обратно, один час летнего времени и вернуться к зимнему времени. Не дергать больше. Так как мы в настоящее время живем по летнему астрономическому времени, то есть на час раньше, это доказано, что все-таки зимнее время, оно более приемлемо для нашего организма, для организма человека. Оно является более естественным для его существования. Ирина Субеева, Эльвира Шарафеева, Владимир Ладушкин и Рустам Кадыров. Телеканал Эфир.